В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня – дышать полной грудью. Открытие паркового сезона в Рязани прошло сразу на нескольких площадках. Планы на вечер. В мэрии раскрыли нюансы празднования Великой Победы. Охотники на лис. В Солочи определили лучших радиолюбителей. 1 мая в Рязани открыли парковый сезон. Праздничные мероприятия прошли в нескольких парках и скверах, включая Центральный парк культуры и отдыха. Подробнее Валерий Седов. Задорные песни и веселые танцы. 1 мая концертная площадка Зеленого театра наконец ожила после зимней спячки. Как раз на праздник труда и мира здесь программу насытили особо. Вот так с размахом в Центральном парке культуры и отдыха открыли парковый сезон. Пусть душа твоя не волнуется и плохое все позабудется. Парковый сезон, говорит директор ЦПК ИО Александр Мелешкин, история сезонная. Зимой жизнь здесь замирает и 1 мая парк начинает дышать полной грудью. Здесь появляется больше точек для активности и анонсируют мероприятия. Это будет традиционный воскресный вечер в парке по воскресеньям, концертная программа, арт-точка, более молодежные коллективы по субботам, кино под открытым небом, то есть здоровенный кинотеатр. Приходите, 1300 посадочных мест. Очень классный репертуар подобрали в этом году. Не стоит забывать и о событийных мероприятиях. День города, День Победы и другие важные красные дни календаря также отмечают в городских парках и скверах. Да и не может. Такая активность не радовать жителей и гостей города. Мы с детьми сюда приходим, отдыхаем. Аттракцион, развлечение. Сегодня концерт хороший. Все классно. Сегодня гораздо веселее, интереснее, прекрасный концерт. Много развлекательных программ для детей, где они прекрасно играют. И в столь теплый и весенний день мы весьма рады и довольны. Открытие паркового сезона прошло сразу на нескольких площадках. На улицах Новоселова и Октябрьская также состоялись концерты. Но вдыхают жизнь в парке и скверы не столько концерты, сколько люди, говорит директор ЦПКИО. Ведь чем больше людей в парк приходит, тем больше активностей там появляется. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания, город. В администрации города сегодня обсуждали проведение мероприятий в честь Великой Победы. В этом году, разумеется, ожидаем беспрецедентные меры безопасности. В мэрии предупреждает, будет действовать рамочный режим. Поэтому есть смысл к местам празднования приходить заранее. Сами торжественные мероприятия стартуют уже завтра, 5 мая, со всероссийской акции «Сад памяти». Начнется праздник в 9.45 на площади Победы с возложения цветов. В 10 часов парад стартует в сторону площади Ленина. В 10.30 пройдет акция «Бессмертный полк». В 11 – смотр, строй и песни. В 17.40 по Первомайскому проспекту пройдут вернувшиеся с главного парада страны десантники. Дальше – праздничный концерт. В 18.55 всероссийская минута молчания, в 19.00, как уже тоже Надежда Голова сказала, стартует у нас большой праздничный концерт с участием и Рязанского гаверинаторского симфонического оркестра, и с участием лучших коллективов города и области, и приглашенная звезда Дмитрий Харатьян. Помимо основных мероприятий, немало запланировано и в разных районах города. Концерты стартуют с 2 часов дня в сквере Александрово в лесопарке у филармонии. Еще через 2 часа эстафету подхватит Центральный парк культуры и отдыха, а в 18 часов – парк Гагарина на Приокском. В 12 часов дня от памятника Евпатию к Лаврату сотрудники музея путешественников проведут экскурсии по городу. Кстати, они приглашают в группы всех желающих. Стоит отметить, что меры безопасности в этом году будут беспрецедентными. Вопросной режим будет как никогда. Это рамочная история. И проносить с собой запрещенные вещи, такие как целый список, да? Такой, как ващие кузаки, вода, алкогольные напитки. Конечно же, все запрещено. Для этого года мы жили в режиме онлайн. Мы сейчас переходим в режим оплаты. На приз-конференции рекомендовали желающим посмотреть парад прийти пораньше. Пропускной режим по пригласительным вносят свои коррективы. То же самое с вечерней программой. Праздничный салют по традиции в 22 часа. Не пропустите. Больше 300 спортсменов-радиолюбителей из 20 регионов страны приняла у себя Рязанская Солодча. Здесь прошли всероссийские соревнования и первенство России по радиоспорту. Коротковолновики состязались в четырех дисциплинах. Последней из которых стала так называемая охота на лис. На старте спортсмены из разных регионов. Возраст от 10 до 70 с лишним. Однако задача одна на всех. Сегодня в Солочинских лесах так называемая охота на лис. Спортсменам предстоит выйти в точку, которая нарисована на карте. Их там несколько точек. И в этой точке они должны услышать небольшой слабенький микромаячок, обнаружить его и как можно быстрее обнаружить все точки, которые им заданы для конкретной категории. И вернуться на финиш. Всего в лесу 10 таких маячков. Они же лисы. Но для каждой возрастной группы их количество разное, говорит Светлана Годунова, мастер спорта международного класса. Сегодня она на соревнованиях вместе с 30 своими воспитанниками из Владимирской области. Детям, например, нужно найти всего три. Самой Светлане целых семь. Готовились мы в этом году. Очень сложно. Зима была долгая. Сугробы у нас растаяли две недели назад. И мы бегали у себя только по снегу. Здесь практически второй выходной весны. Мы бежим по земле, наконец, с солнышком, по сухому лесу, так как нам хочется. За минуту до старта спортсменам дают карту со всеми отмеченными точками. По ней радиоищейкам и предстоит найти все свои точки. На каждой установлен маячок, а у поисковиков считывающее устройство. Задача – зачекиниться на всех локациях и прибежать на финиш. Там уже с маячка считывают информацию обо всех пройденных точках и общее время. Результат попадает в финишную таблицу. Соборин Сергей, Московская область, 54-28, новый лидер группы М-50. Сергей Соборин – не профессиональный спортсмен, а любитель. Хотя и приезжает в Рязани столицу уже 30 лет. Зато любитель показал хороший результат, лучший в своей группе. Пока что. Здесь очень тяжелая почва для меня. Это песок. Здесь везде песок, но лес в основном хороший. И местами тяжело, местами бежится отлично. Так что хороший лес, чистый, всегда собственное, красиво. Получаешь удовольствие. За четыре дня спортсмены выполнили несколько дисциплин. Однако радиоориентирование считается самым сложным. Это комбинация между классической радиопеленгацией и спортивным ориентированием. Победителей этого нелегкого соревнования ждут призы и спортивные разряды. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Ежегодный районный пасхальный фестиваль «Красная горка» в Спаске вместо трех прошел одним днем. 1 мая народные гуляния начались после божественной литургии в храме Вознесения Господня. Пятый пасхальный фестиваль «Красная горка» в Спаске уже называют одной из основных культурных традиций района. В этом году фестиваль длился всего один день. Поэтому программу насытили максимально. Экскурсии, выставки, лекции, а еще танцевальный марафон. Тем временем в парке неподалеку от основной площадки народ резвился не по-детски. С гармошкой, угощениями и плясками. Тренеры спортшколы Евпатий Коловрат провели для детей молодецкие игры и забавы. А чтобы силы у участников и зрителей фестиваля не иссякли, всех угощали горячей кашей. В этом году у нас новая очень интересная площадка – это танцевальный марафон «Озорница». Причем это не просто танцевальный марафон, где могут присутствовать все танцевальные направления. Это именно русские народные танцы. Русский народный танец, он очень интересен, разнообразен. Причем формат таков, что мы можем увидеть и стилизованные танцы, и настоящие русские народные танцы. И, в общем-то, площадка, которая объединяет в этом году огромное количество молодых людей, различные танцевальные коллективы. Основное направление фестиваля – благотворительность. Пасхальная сувенирная ярмарка от мастериц Рязанской области работала весь день. Средства направят тяжело больным детям. Также на главной площади и в Доме культуры всех желающих учили рисованию и рукоделию. В нашем маленьком городе Спаски сегодня проходит очень значимое событие. Я бы называла это действительно событие. В пятый раз в нашем городе проходит пасхальный фестиваль «Красная горка». Значение его и для меня, и для всех, кто присутствует, конечно, велико. Потому что, прежде всего, вот этот фестиваль – это хранитель наших православных традиций. В этом году просветительский семинар был посвящен патриотизму и национализму – вызовы современности. Завершился Пятый Спаски в пасхальный фестиваль праздничным концертом. Подготовили его воспитанники воскресных школ и самодеятельные артисты Рязанской области. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова